Уважаемые садоводы, здравствуйте! Подходит к финалу летний сезон 2021 года. Передо мной поле хризантем. Это хризантема мультифлора. Многоцветковая хризантема. Она выращивалась у нас не в теплице, а на улице. И перед самыми заморозками мы её выкопали, посадили в горшки и перенесли в теплицу. Для того, чтобы вот эта красота ещё радовала глаз. Сейчас многолетнее изучение хризантем в наших условиях. Особенно хризантемы многоцветковой. Нам показалось, что эта хризантема способна у нас прекрасно зимовать в открытом грунте. Но далеко не все сорта. Очень большое внимание нужно уделить укрытию хризантемы в зиму. И как показал наш опыт, что хризантема мультифлора прекрасно зимует, если мы укрываем её в зиму просто обычной полиэтиленовой плёнкой. Причём укрытие производим вот в такой солнечный день, когда уже наступают истинные холода. Вот так, минус пять, минус десять. И вот в сухую солнечную морозную погоду мы укрываем хризантему многоцветковую мультифлора. Пока у нас успевают отсвести два сорта. Это вот белые. Выделены они у нас путём семенового размножения. И вот та бордовая хризантема. Скажу следующее, что далеко не все хризантемы себя хорошо ведут после зимовки. Чего нельзя сказать о хризантеме корейской. Это тоже вот эти хризантемы. Они получены методом семенного размножения. Это хризантема корейская. Она прекрасно зимует в открытом грунте. Прекрасно. А некоторые сорта хризантем, вот, например, как это, они успевают отсвести и дать полноценные семена. Вот, собирая семена с таких вот хризантем, ну, вот с таких вот, мы получаем вот это огромное многоцветие, многообразие цветов. Но, как чаще всего, получается весьма разношерстное потомство. Ведь хризантема относится к сложноцветным. И пчёлы, как видите, несмотря на то, что уже октябрь, всё равно летают и очень активно собирают пыльцу. Этим самым они разносят пыльцу от одного цветка к другому. И мы получаем столь разнообразную по цветовой гамме потомство после семенного размножения. Ну, это вот у нас сейчас задача номер один. Вывести такой сорт хризантемы, который бы удовлетворял нас по всем параметрам. И чтобы это был цветок и красивый, по яркости. Но самое главное, чтобы он зимовал в сибирских условиях без всякого укрытия. Ну, вот эти вот многоцветковые хризантемы, ну, не мультифлоры они, больше их можно к корейкам отнести. Прекрасно зимуют без укрытия. Но в этом году мы будем ставить эксперимент по укрытию и неукрытию мелкоцветной мультифлоры. И надеюсь, что всё-таки вот эта белая красавица у нас тоже будет зимовать без укрытия. Ну, всего доброго вам, здоровья и до скорых встреч. Ну что, прощай, хризантема. Сегодня откроем эту теплицу и ночью тебя точно побьёт холодом. Жалко эту красоту, очень жалко. Но никуда не денешься. Сибирь-матушка, она вот такая.